Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И снова достаем тазики. Почти 40 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды. Во всех фонтанах страны. Десантники сегодня отмечают свой главный праздник. Мужчина, который всех запарил. Почему этого человека считают лучшим банщиком города? И опять достаем тазики. В понедельник опять отключат горячую воду. Несколько десятков домов и социальных объектов попадут под очередную реконструкцию теплосетей. Эти работы – часть подготовки к зимнему отопительному сезону. Трое суток воды не будет в домах индустриального, железнодорожного и октябрьского районов. Там проживает почти 39 тысяч человек. А вернется вода в краны барнаульцев 9 августа. А в Бийске приступили к ремонту печально известного путепровода, который находится в районе переезда. Последние годы дорога здесь была просто в безобразном состоянии. Сейчас дорожники срезают разбитое асфальтовое покрытие. После здесь появится новое полотно. Отметим, что ремонт путепровода в планы городской администрации на этот год не входил. Однако в связи с неожиданным закрытием тоннеля чиновники решили привести дорожное покрытие в порядок. Городские депутаты рассмотрели ходатайство выделения финансирования на выполнение работ. Тендер выиграла бийская компания. Известно, что ремонт путепровода и подъездов к нему городской казне обойдется более чем в 4 миллиона рублей. Добавим, что после закрытия тоннеля объездной путь почти полностью привели в порядок. Несколько участков дороги, подъезды к двум транспортным кольцам были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И к другой теме. В Барнауле завтра пройдет акция в защиту горящих сибирских лесов. Она состоится на площади Свободы в 12 часов. Присоединиться к ней организаторы приглашают всех желающих. Можно принести медицинские маски, а также плакаты с призывами потушить пожары. Цель организаторов – привлечь к проблеме еще больше внимания и мотивировать власти к скорейшей ликвидации огня. А между тем следователи возбудили уголовное дело из-за пожаров в Сибири. Пресс-служба ведомства утверждает, что должностные лица Министерства лесного хозяйства Красноярского края, цитируем, не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем они распространились на значительной территории. По сведениям, на 1 августа общая площадь лесных пожаров на территории России насчитывает почти 3 миллиона гектаров. Жители одного из барнаульских домов просят спасти кошек, живущих в подвале. Они обратились к нам в редакцию. Как заверяют защитники животных, четвероногим грозит беда. И хочет выжить тренер, который в этом же подвале арендует место под спортивный зал. В проблеме разбиралась Валентина Скерова. Живет он у нас уже 3 года здесь. Очень хороший, общительный парень, ласковый. Этот ласковый парень по кличке Черныш уже сутки не может попасть к себе домой. В подвал многоэтажки по адресу Декабристов 6А. Всего в подвале живут 8 кошек. Местные жители годами их кормят, прививают и стерилизуют за свой счет. Но с недавнего времени, как утверждают жители, бездомыши стали неугодны спортивному тренеру, который арендует это помещение у местного ТСЖ. Он сказал дворникам, выловить кошек и поубивать. Дворник, текушку, все это передала мне. Она отказалась это делать. И тут, конечно, я подняла уже вот этот весь скандал. Потому что встала на защиту этих бездомных животных. Для кого-то дети, для меня вот они дети. Я радуюсь, когда, например, нахожу им дом какой-то, когда попадают в хорошие руки. Но неравнодушные боятся, что попасть в хорошие руки животные уже не успеют. Их отсюда выживут. Мы попытались проникнуть в помещение, где живут кошки. У жильцов есть ключ. Но открыть и зайти туда не смогли. Закрыто изнутри. В подвале этого многоэтажного дома находятся пять кошек. Но выйти на улицу они не могут. Подвал закрыт, а отдушины наглухо замурованы. А ведь в прошлом году Минстрой России предлагал запретить закрывать наглухо подвалы и отдушины в многоэтажках, чтобы животные спасались от дождей и холодов. Но инициатива так и осталась инициативой. Мы решили узнать, у представителей ТСЖ действительно ли животным грозит гибель. В телефонном разговоре они пояснили, что убивать кошек никто не собирается. Но убрать их из подвала просто обязаны по санитарным нормам. Завхоз заверяет, что сама попытается пристроить кошек в добрые руки. Но отметим, что животные никому особо не нужны. Приюты переполнены, не горят желанием забрать к себе кошек и тех, кто регулярно их подкармливает. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Расплескалась синева, расплескалась. Сегодня 89-й годовщина образования воздушно-десантных войск, отмечают последователи Василия Маргелова. В Барнауле празднование началось с митинга на площади ветеранов. Десантников поздравляли их коллеги по цеху. Показательные выступления подготовили отряд спецназа, спортсмены-парашютисты. В память о погибших возложили цветы, дали залпы из оружия почетного караула. После колонна прошла от площади ветеранов до мемориала славы на площади Победы. Завершится официальная часть панихиды по погибшим и возложениям гирлянды на аллее памяти Власихинского кладбища. Вечером десантников ждут на концертно-спортивной программе на пляже «Водный мир». Наш знаменитый земляк Михаил Калашников скоро станет героем художественного фильма. В разгаре съемки киноленты «Калашников» сначала снимали под Калугой, сейчас под Московном Дмитриеве. Фильм охватит период с 20-х годов прошлого века, на который пришлось детство Калашникова по 1949 год, когда изобретатель получил сталинскую премию за разработанный им автомат. Автором сценария выступил Сергей Бодров-старший. Постановкой занимается Константин Буслов, известный по фильмам «Бабло» и «Бумер-2». Выход на экраны запланирован на 10 ноября этого года. Заметим, год столетия Калашникова богат на кинособытия. Барнаульский режиссер-документалист Владимир Кузнецов также приступил к съемкам документальной картины, посвященной изобретателю самого популярного в мире автомата. Кстати, когда звезды российской эстрады говорят, что их в Барнауле запарили, речь идет про конкретную баню и одного мастера. Иван Аминов утверждает, что он единственный в городе профессиональный сертифицированный парильщик. Почему ему нельзя назвать банщиком и как он делает немцу смерть, узнавал пока живой Андрей Дреер. То есть его раз поставил, как девушке цветы даришь, он распускается в процессе. Баня для Ивана и правда, как девушка. Вторая любовь после жены. С 14 лет паром руководит. А профессиональный стаж начался с 2008 года. Попросили меня попарить московского гостя. Это был президент Международной Ассоцией Сырченко Андрей Игоревич. Банщик – это про того, кто простыни или полотенца принесет, а Иван, бан, спец, парильщик или пармейстер. Вот кладет пар на гости. Это самое начало. Называется шепоток или бабочка. Хитрости и техники у каждого парильщика свои. У Ивана их целый ворох. Самый любимый процесс у девушек – это богатырское парение. По-богатырски это 30 человек в день напарить. И со всеми Иван говорит, и всем внимание уделит. Потому и звезд российских парит, и гостей заморских. Последних любит удивить, например, калинкой. То есть я сейчас, допустим, расслабляю клиента, да, там, ну вот, шепоток, бабочка, так, все расслаблено, все так, там, скрайбик сделали, все, и клиент так все думает, все, 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 все хорошо. И я просто потом на всю мощь так… Политика, политика, политика моя, зато я, это политка, политка моя, это… Политка, политка моя, зато я, это политка, политка моя. Этот немец, который был, он даже по-русски не понимал. Он сперва по-польски заговорил, а потом просто говорит, Ваня, не надо. А когда спустились уже к ресепшену, девочки спрашивают, как Ваня, он просто идет, Ваня, супер, Ваня, садо, мадо, он просто… Он два года подряд, когда приезжал, чисто ганом. После такого горячего приема следующий этап. Есть хамам с его мягким паром, массаж и пилинг. Кстати, Иван использует только дегтярное мыло и лыка. Лучше любого спа-салона. И более после парной. После пара и массажа сядете за травяной чай и только тогда узнаете, что Ваня для Ивана хобби. А на работе он – газо-электросварщик пятого разряда. Кстати, там тоже считают, что Ваня супер. Андрей Дрегер, Андрей Печеркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». У меня к этому часу все новости. Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске. Продолжение следует... Продолжение следует...